Всем привет! Меня зовут Евгений Бондаренко и я пранканул своих друзей. Дело в том, что я занимаюсь спидкубингом. Это сборка головоломок на скорость. И на одних из соревнований, это были официальные международные соревнования по скоростной сборке кубика Рубика, я решил разыграть своих друзей и знакомых куберов. Дело это было в финале основной дисциплины, поэтому ребята очень нервничали и переживали. И вот в такой ответственный момент я решил их так пранкануть. Это получилось достаточно забавно и интересно. У них были очень неожиданные реакции, поэтому я рекомендую тебе посмотреть данное видео до конца. Тем более в конце будут результаты конкурса на три вот таких новеньких кубика Рубика. Поехали! Сейчас я нахожусь в зоне скрамлинга и сегодня я решил подговорить все действия, разыграть финалистов этих соревнований. Мы им в пятой попытке будем приносить рандомные головоломки. Это будет 6х6, заскармленная как трешка, пирамидка, клок, двушка с фикнутым уголком и так далее. В общем, посмотрим на них и на их реакцию, посмотрим, как они будут реагировать. В общем, поехали! В чем заключалась суть пранка? Во время официальных сборок 3х3 финала, это вот такая головоломка 3х3, и участникам приносят этот кубик накрытым специальной накрывашкой, чтобы они не видели, каким образом размешан кубик, для того, чтобы у всех были одинаковые условия сборки. И я предложил... Окей, ладно, я практически заставил судейство это сделать, но не волнуйтесь, все было согласовано с организатором и с официальным представителем всеми ассоциаций спидкубинга, поэтому как бы ко мне никаких претензий, все четненько. В одной из попыток я решил подложить им вместо 3х3 под накрывашку какую-то другую головоломку. Просто было интересно посмотреть на их реакцию, когда во время официального раунда трешки финала им приносит что-то другое. Как они отреагируют, будут ли они собирать, отреагируют они с нумором или нет. В общем, было достаточно весело, были достаточно яркие реакции, поэтому смотрим. Интересно то, что во время финала по основной дисциплине все финалисты должны ждать своей очереди в другом помещении, то есть они не видят сборок своих соперников. Поэтому моя подстава была для многих сюрпризом. Практически для каждого из участников это было сюрпризом. Переклялушкаurance эвакуааа. Поэтому я думаю, что вы с какой-то скоростью! Такое мужчина всегда уверена! Лишня американский. Рада Ц Python. Кроме того, я пытался подобрать головоломку каждому участнику индивидуально, либо ту, в которой он просто мастер, либо ту, которую он очень долго собирает. Кроме того, я пытался подобрать головоломку. Кроме того, я пытался подобрать головоломку. Дитер улыбается невероятно. 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 И три автора самых креативных комментариев должны были получить вот такой кубик Рубика. Каждый из трех это получит. Комментариев было очень много, больше 7 тысяч. Меня очень порадовали вы своими комментариями, это круто. Продолжайте меня радовать дальше. Не обязательно в конкурсе, можно мне конкурсы писать. Разные приятные вещи мне, меня это очень вдохновляет и мотивирует. Из огромного множества этих отзывов я нашел лишь несколько, которые соответствовали критерию креативной. И из них я случайным образом выбрал трех вот этих человек. По-моему они молодцы. Ребята, проверьте свою личку на ютубе или на почте. Я обязательно с вами свяжусь и расскажу как получить приз. Ну а с вами был я, Евгений Бондренко. Разыгрывайтесь с моими друзьями, это весело. Подписывайтесь на канал, здесь интересно. Ставьте колокольчик, вы не пропустите видео. Пиши комментарий, я на него возможно отвечу. Ставь лайк, покажи видео друзьям, им понравится. В общем, огромное спасибо за просмотр. Всем пока и хорошего настроения.